Музыка Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Учитель. Это звучит гордо. А учитель года еще и почетно. Евгений Трачук о конкурсе профмастерства из Песчинокопского. По традиции это мероприятие собирает целеустремленных и активных педагогов, настоящих профессионалов своего дела. В Николаевской школе номер 30 прошел финал районного этапа «Учитель года-2020». Для нас очень приятно, что в этом году, в этом конкурсе приняли участие абсолютно все детские сады и все школы Песчинокопского района. Это не очень просто – качественно давать уроки и еще и участвовать в конкурсе. Спасибо всем большое. За звание лучшего, а также за право представлять Песчинокопский район на областном этапе в этот раз боролись пять педагогов. Каждый провел мастер-класс, показав членам жюри и зрителям свой особенный подход к детям и своему предмету. Ну, безусловно, волнительно. Я понимаю, что я могу говорить, я не стесняюсь, я веду себя естественно, у меня нет никаких зажимов. Я в этом живу, наслаждаюсь даже. Я получила себе наслаждение. Я сюда приехала не, дай бог, за какими-то знаниями, какими-то еще победами. Я приехала сюда за то, чтобы получить наслаждение, прежде всего. От того, что меня готовили, от того, чтобы мне подвести этих людей и показать, на что я способна. В состав жюри вошли начальник отдела образования, психолог, педагоги школ района. А председателем комиссии стал лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель года-2006» Игорь Апольский. У каждого из тех, кто сегодня прошел финал, есть замечательная возможность продемонстрировать все свои умения, навыки и возможности на различных площадках, которые связаны с конкурсом «Учитель года». На областном этапе наш район будут представлять два преподавателя. В номинации «Педагогический дебют» учитель начальных классов школы номер 1 Инна Зиновьева. И в номинации «Учитель года-2020» учитель начальных классов школы номер 2 Маргарита Кубышева. Честно сказать, я очень сильно волновалась, переживала, переживала, что что-то забуду, что-то не получится у меня. Но это очень волнительно, очень волнительно и неожиданно. Валерия Еременко, Евгений Трачук, специально для «Время местное». Классик русской живописи. В Сальске вспоминали Василия Нечитайла, народного художника России, основателя местного музея. Его картины о простых человеческих радостях и чувствах. Писал Василий Кириллович быстро, много, воспевал крестьянский труд, родную царскую степь. Он хоть и стал москвичом, но каждый год ностальгия тянула его на родину. В Сальске художник черпал силы для вдохновения, создавал яркие, жизнеутверждающие портреты героев труда. Все, что так бережно хранится в фондах нашего музея, а это 62 живописных полотна, 11 графических работ и 2 фронтовых альбома с этюдными набросками художника, представлено в юбилейной экспозиции. Он очень плодотворно и мощно работал. То есть рисунок превыше всего. И он мне всегда говорил, Митя, не бросай карандаш, всегда мне дарил, когда у меня день рождения, всегда дарил мне наборы карандашей, альбомы и кисти. В творческой семье мечтайла Мария Владимировна Савченкова, супруг Василия Кирилловича, тоже известный живописец. Природа на детях не отдохнула. Все пошли по родительским стопам. Старший сын Дмитрий пишет храмы и монастыри. Академик Российской академии художеств Ксения ушла из жизни. Основная тема работ младшего мечтайла Сергея – живописные виды Северного края. Что перенял Сергей Васильевич от отца классика живописи советской эпохи? Чем дальше, тем больше вот это ко мне приходит, вот именно цвет, правильный, тон. Это я у него взял больше всего. Цвет в живописи. Нет там каких-то кричащих красок, которые могли бы что-то все испортить. Когда в семье столько талантов, нужно держать честь мундира. Внучка Полина с достоинством носит фамилию Мечтайла. Она актриса театра на Таганке, снимается в кино, прекрасно рисует и пишет книги. Это вот, наверное, вот знаете, дедушка помогает, потому что абсолютно всегда ощущает свое присутствие. Вот можно подумать, что два года прошло после его ухода, как я родилась. Но в семье он настолько осязаем, настолько живой. Его язык, его, я уж не говорю о картинах, его вот этот знаменитый этот мазок, когда вот это с одним, можно было, одним взмахом кисти отдан такой типаж, такой образ. Галина Соколова, Артем Мирошников, специально для программы «Время местное». Заходите к нам на огонек. И пусть он посленовогодний, зато такой теплый и душевный. В Октябрьском районе поздравили ветеранов. Сценарий праздника был построен по типу «Голубого огонька» из кинофильма «Карнавальная ночь». Ведущие – Дед Мороз и Снегурочка, любимые песни и танцы, музыка прошлых лет, создавали атмосферу старого доброго времени 50-х, 80-х годов. Я вот здесь вижу все знакомые лица, знаете, всех вас хочется обнять, поздравить, сказать вам большие слова благодарности. Ведь именно на вас держится наш Октябрьский район. Благодарственные письма и приветственные адреса районного собрания депутатов и администрации Октябрьского района были вручены победителям различных номинаций областного конкурса «Селянка на земле Тихого Дона-2019». Право выступить на новогоднем огоньке было предоставлено лучшим исполнителям и самодеятельным коллективам районного отдела культуры. Свой класс показала и вокальная группа ветеранов ретро. Нестареющие и неунывающие участники новогоднего огонька вспоминали свою молодость. Зрители очень тепло принимали исполнителей, активно аплодировали, подпевали знакомые песни и танцевали. «А ты не бойся, со мной все будет хорошо и успокойся, знай, что между нами тут прошло, а ты не бойся, в любой раз я повторю, это привет и тебя сильно по-люблю». Уходили ветераны и гости с чувством искренней признательности организаторам огонька, благодаря их за внимание, заботу, за накрытые столы и выражали уверенность быть 2020 году благодатным. Ольга Полумиенко, Валерий Цыганков, телекомпания «Ведиатон ТВ» специально для программы «Время местное». Этюды и гаммы – все по плечу нам. Детская школа искусств в Новошафтинске получила новое фортепиано. В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» предусматривается модернизация учреждений культуры, обеспечивая их современным оборудованием и музыкальными инструментами. Новое фортепиано в этом году получила детская школа искусств. Наша школа в числе первых стала обладателем вот этого прекрасного инструмента – фортепиано. Современные родители должны знать, что воспитать хорошего ребенка с красивой душой нужно обязательно учить его музыке. Занятия музыкой развивают волю, вкус, аккуратность, дисциплину. Нужно детей учить музыке прекрасному, потому что эстетическое воспитание – оно просто безгранично. Преподаватель школы искусств Татьяна Борисовна Фадеева несказанно рада новому инструменту. Вместе с ученицей 6 класса Ариной Вольниковой исполняет нашептывая Шенбергера. Новое звучание инструмента почувствовали и вокалисты школы из академического хора «Звездочки». За фортепиано концертмейстер Ирина Георгиевна Донченко, преподаватель Светлана Анатольевна Никитушкина. Очень рады, очень. Инструмент звонкий, похож на старинный, хорошо строит, да, и поэтому нам он нужен. Таких побольше инструментов. Новые инструменты получат учреждения культуры и в 2020 году. Нацпроект «Культура» работает. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Алатырь и Славница. О том, как прославили свой город исполнители народных песен. Репортаж наших коллег из Семикаракорска. В большой дружной семье почитателей народного пения городского культурно-досугового центра царит оживленная атмосфера. Участники двух вокальных коллективов ансамбля «Алатырь» и детской вокальной группы «Славница» проводят очередную репетицию. Ребята приняли участие в 14-м международном конкурсе вокального искусства «Голос планеты», в котором Алатырь занял первое место, а вокалисты-славницы стали дипломантами второй степени. При этом на сцене юная славница выступала лишь второй раз. Второе выступление у нас было на международном конкурсе «Голос планеты». И мы там заняли второе место. Я очень рада, что являюсь тем человеком, который сохраняет и передает традиции наших предков детям. Семикаракорские таланты покорили сердца жюри и смогли выделиться среди более чем 200 претендентов на победу. В своей борьбе они продемонстрировали не только вокальное мастерство, их звонкие и завораживающие голоса творили настоящую магию. Источник творческого вдохновения у ребят неисчерпаем. Ведь вдохновляет их сама русская культура. Настоящая, исконная, всеми любимая, яркая и многогранная. Я начала петь народные песни, потому что я живу на Дону, и мой дед казак, и мне это нравится. Моя прабабушка пела в народном коллективе, потом бабушка и дедушка, и, соответственно, я пошла по стопам своих родственников. У каждого из участников этих замечательных коллективов есть свои причины заниматься развитием в направлении народного вокала. У всех они разные, но объединяет их большая любовь к уникальности и колоритности этих удивительных песен. Мышиный переполох. Который завершил череду новогодних праздников. Для детей был подготовлен специальный квест, по сценарию которого они выполняли различные интересные задания. Сегодня у нас мышиный переполох. Мы с ребятами его долго готовили, учили, танцевали. И вот сегодня оно родилось. Наверное, немножко знаковое событие. Были насыщенные новогодние праздники, и оно будет заключительным. По сценарию дети должны будут воссоздать заколдованный календарь мышиным королем, исполнить все его желания и указания, выполнив при этом все 12 заданий. Все задания творческие, на эрудицию, на логику. Также есть подвижные мероприятия. В общем, все то, что любят дети, и рады этим заниматься. Участвовали в данном мероприятии воспитанники центра разной возрастной категории. Малыши с удовольствием наблюдали за происходящим, а дети постарше принимали активное участие в процессе игры. Охотник злой, саяц, саяц, забегай, лапу подавай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, саяц, саяц, забегай, лапу подавай. Ну, аплодисменты Артуру, молодец. Молодец. Подобные мероприятия в стиле квест несут не только развлекательный характер. Они позволяют развивать у детей музыкальные и танцевальные умения. А также, таким образом, ребята провели досуг с пользой, получив от него массу положительных эмоций. Екатерина Дорошева, Николай Понарин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте, в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова